Приветствую всех зрителей нашего канала и всех, кто смотрит данное видео. Сегодня очередной видеоролик, посвящённый начинающим радиолюбителям, и мы с вами рассмотрим, как проверить сетевые трансформаторы, как узнать их параметры. Для этого я в нашу маленькую студию принёс несколько сетевых трансформаторов. Если честно, в наличии имеются трансформаторы, параметры которых даже сам не знаю, и в ходе этого видео мы с вами будем проверять их. Насчёт того, что сетевой трансформатор сегодня остаётся довольно-таки передовым источником питания для самодельных и не только радиоэлектронных устройств. Конечно, в современном мире гораздо популярны импульсные источники питания, но старый добрый сетевой трансформатор не уступает своей позиции современным источникам питания. Он имеет простейшую конструкцию, а, как мы знаем, вот, например, импульсные источники питания имеют электронную начинку. То есть, из-за выхода из строя одного маленького компонента может пострадать вся схема, то есть, импульсные источники крайне нестабильны. Даже довольно высококачественные схемы от хороших производителей. Взамен такого косяка нет в случае сетевых трансформаторов на 50 Гц. Сегодня я вам поясню метод проверки сетевых трансформаторов, независимо от мощности самого трансформатора, габаритных размеров и количества выводов, то есть, количества обмоток. Давайте для начала, поскольку выводы вот таких трансформаторов, которые имеют определенную маркировку, конечно же, можно найти параметры в интернете. Мы этого делать, его проверять не будем. Проверим вот такой неизвестный тор. С виду он, тут есть маркировка какая-то, но я в интернете ничего не нашёл. С виду тор где-то на 70-80 Вт. Итак, как мы видим, у него 10 выводов отдельных, то есть, где-то 5 обмоток, может больше, может меньше. Мы сейчас всё это дело проверим. Итак, что нам для проверки нужно? Во-первых, самое важное – это измерительный прибор. Кстати, можно использовать как стрелочные измерители, так и современные цифровые мультиметры. Можно поставить в режиме прозвонки диодов или в режиме измерения сопротивлений до 1 кОм. Ну, я поставлю режим прозвонки диодов, поскольку точное сопротивление обмоток нам не интересны. Дальше нам нужен также листочек бумаги и любой, например, маркер для того, чтобы записать параметры обмоток, чтобы потом не путаться. Дальше нам нужен, конечно же, припой, паяльник, сам трансформатор, несколько кусков вот таких проводков, обязательно с изоляцией, и сетевой шнурок любой длины под наши розетки. Ну, наверное, всё. Сейчас поясню суть нашей работы. Для начала нам нужно найти сетевую обмотку, которую нужно подключать в сеть 220 В. Для этого нам нужно поочередно проверить все выводы один за другим и узнать, какой из выводов, то есть какая обмотка имеет наибольшее сопротивление. Именно эта обмотка у нас будет являться сетевой обмоткой. Помимо этого, я забыл ещё упомянуть, что нам нужна будет лампочка накаливания, обыкновенная на 220 В. Мощность не принципиально, можно использовать лампочки от, допустим, 25 до 100 В. Золотой номинал – это лампочка на 40 или 60 В. Напомню, с расчётным напряжением обязательно 220 В. Лампочка нужна для того, чтобы во время теста, то есть подключения к сети 220 В, при каких-либо неполадках мы не получили, допустим, дымовых эффектов, коротких замыканий. Замен у нас будет при малейшем замыкании, у нас загорится лампочка и ничего не случится. Это как бы предохранитель. И одновременно индикатор, что схема работает. А как лампочка играет роль индикатора, я потом поясню. Для начала мы подключаем измерительный прибор. У меня вот имеется некая нумерация обмоток с первого по десятый. Но я воспользоваться такой нумерацией не буду, просто буду прозванивать обмотки одну за другой. И одновременно мы будем записывать параметры каждой из обмоток. Так. Первый шуб мультиметра. Вот у нас обмотки. Любой, минусовой или плюсовой, без разницы. Устанавливаем на один из выводов. Так. Режим прозвонки диодов. И поочередно, смотрите, вот. Прозваниваем обмотки. Вот видим прозвонку 0,08. То есть, это означает у нас сопротивление где-то 8 Ом. Точное сопротивление, конечно же, в режиме прозвонки диодов не узнать, поэтому можно… 8,2 Ом. То есть, мы на листке бумаги записываем от первой стрелочкой ко второму равно 8 Ом. Так. Дальше… Ну, нужно нам дальше прозванивать опять шуб мультиметра на первом выводе. Прозваниваем все выводы, поскольку, может быть, имеется отвод от середины и ещё есть одна обмотка, которая стыкуется с нашей обмоткой, которую вы уже нашли. Поочередно проверяем все выводы. До десятого нет. То есть, у нас получилась вот одна целая обмотка, один и второй вывод. Дальше. Второй уже у нас проверен. Ставим один шуб мультиметра на третий вывод и проверяем. Четвёртый свободен, пятый, шестой… есть стыковка какая-то. Сопротивление побольше 200 Ом. Наверняка. Смотрите, 206 Ом. Это у нас третий, четвёртый, пятый, шестой. Третий и шестой – 206 Ом. Записываем. 206 Ом. Двигаясь, двигаемся дальше. Третий, четвёртый, пятый, шестой… вот параметры, 206 Ом. Седьмой, свободный, восьмой, девятый, десятый, 411 Ом. У нас получаем третий по десятый, 411 Ом. Смотрите, тут такой интересный эффект. Ну, ладно, я потом поясню. Сейчас проверим все обмотки. Ставим шуб мультиметра на четвёртый вывод. Четвёртый, пятый. Нету. Нету. Есть 33 Ом. Четвёртый, пятый, шестой, седьмой. С четвёртого по седьмой. 33 Ом. Записываем. Вот у нас получилась такой. Такая небольшая табличка. Дальше. Пятый вывод проверяем. Пятый вывод у нас как-то свободный получился. Интересно очень. Нет, пятый по десятый. 0 Ом сопротивление. Интересно, да? Пятый по девятый. Записываем. То есть, тут практически замыкание получается какое-то, но может там два-три витка. Поэтому сопротивление такое маленькое. Дальше. Шестой вывод. А, вот шестой вывод у нас с третьего уже имеется записано. Седьмой вывод тоже. Нам нужно проверить восьмой вывод и всё. Поскольку все выводы уже мы находили. Восьмой вывод стыкуется со вторым выводом. Сопротивление 0,3 Ом. Восьмой со вторым. Записываем. 3 Ом. Итак, цифровой мультиметр нам больше не пригодится. Смотрим на нашу табличку небольшую. Итак, что у нас тут мы получили? Видим, что с первого по второй вывод у нас 8 Ом. А с восьмого по второй у нас 3 Ома. 4 Ома почти было там. То есть, что можно сказать? Что от обмотки первого ко второму, то есть, восьмой вывод у нас получается где-то посередине. Для того, чтобы вам было более понятно, я сейчас нарисую обмоточку, что мы имеем тут, почему такое сопротивление у нас получилось. Вот целая обмотка. Эта обмотка… Тут у нас вывод первый, тут у нас вывод второй. От первого к второму, то есть, выводы, сопротивление 8 Ом. А восьмой вывод, допустим, от восьмого ко второму выводу отсюда, средняя точка у нас получается 8 Ом. То есть, целое сопротивление обмотки 8 Ом. От одного к восьмому у нас будет 4 Ома, и от восьмого ко второму будет тоже 4 Ома. То есть, восьмой вывод у нас отвод от середины обмотки 1,2 Ом. Дальше. Дальше тут нам нужно просто найти обмотку с наибольшим сопротивлением. Видим тут чётко, что третий по десятый у нас 411 Ом. То же самое, кстати, в случае обмотки 3,10 Ом. У нас тут шестой вывод. Получается тот же отвод от середины. Но поскольку сам трансформатор отечественного типа, который был изготовлен во времена СССР, то там была ещё и обмотка на 127 В. То есть, можно сказать, что обмотка 3,6 – это обмотка в сеть 127 В где-то. Но нам, конечно же, нужна обмотка на 220 В. То есть, будем задействовать обмотки 3,10 В. Дальше нужно взять паяльник, сетевой шнурок, лампочку и наши провода. Ну и, конечно же, припой. Переходим уже к практической части нашей беседы. Я сяду за паяльник. Внимательно смотрим на нашу табличку. Берём сетевой шнур. Интересно, у нас сетевой шнур не имеет выводов, но это легко, конечно же, поправимо. Просто нужно обчистить изоляцию и залудить вывод. Вводить будем припоем, который имеет встроенный флюс. В данном случае качество флюса обычный канифоль. Вот и всё. Берём нашу лампочку, запаиваем один из выводов нашего сетевого шнура непосредственно к лампочке вот таким образом. Второй конец нашей лампочки, средняя точка вот снизу, запаиваем. Свободный провод. Что мы делаем по сути? Нам нужно последовательно через сетевой шнур подключить лампу накаливания, чтобы ток протекал через лампочку. Таким образом, обеспечивается некое токогашение. При неполадках у нас вспыхивает лампочка, т.е. если сопротивление лампочки в нашем случае поменьше, чем сопротивление нашей обмотки, то у нас будет гореть лампочка. А если сопротивление обмотки больше сопротивления лампочки, то у нас лампочка не будет гореть в этом случае. Т.е. можно сказать, что трансформатор чётко работает, и мы нашли тот вывод, который нам нужен. Дальше нам нужно обратить внимание опять на нашу таблицу. Смотрите, ещё раз не помешает. Третий вывод и десятый вывод. Итак, провод с лампочки подключаем к третьему выводу. Вот у нас третий вывод. Подключаем к третьему выводу, а свободный провод сетевого шнура подключаем на десятый вывод. Сейчас нам осталось только всё это подключить непосредственно все 220 вольт, чего я сейчас сделаю. Если у нас лампочка вспыхнет, то у нас какая-то, вероятно, проблема. Если у нас лампочка останется такой, как есть, то проблем никаких нет, и схема, по идее, трансформатор рабочий. Всё. Я бы отключил, лампочка не засветилась у нас. Так, как проверить? Проверить довольно просто такие уже обмотки. Нужно опять же задействовать наш цифровой индикатор. На сей раз ставим режим измерения переменного тока для страховки, желательно на 200 вольт. Вот так. И сейчас опять смотрим на нашу таблицу. У нас есть тут стыковка, обмотка 4,7. Ну, к примеру, эту обмотку берём 4,7, 33 Ом. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Тут у нас должно быть напряжение. Видим напряжение 66,6 В, что и следовало ожидать, поскольку сопротивление обмотки довольно большое. Другой, 60 В. Можно проверить другой, допустим, 5-й, 10-й вывод, который нам показывал 0 Ом, т.е. по сути замыкание, 5-й, 9-й, проверим. 5, 5-й, 5-й, 3-й, 4-й, 5-й, 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 5-й вывод. Нашли. Девятый вывод. Смотрите, 7,2 В. Довольно большое напряжение. Интересно, почему тестер нам показывал 0 Ом. Восьмой и второй. У нас 3 Ома. Второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Три и три В. Смотрите, если я сейчас один шуб оставлю на втором выводе, второй шуб к, какой у нас тут вывод, восьмой, второй, где есть стыковка, к первому выводу поставлю, то у нас будет напряжение в два раза выше этого. Проверим теорию, которую я изначально сказал. Всё точно, 6,9 В. Нормально. Так, у нас всё работает, как мы знаем. Теперь давайте же для окончательной проверки нашего трансформатора замкнём один из выводов вторичной обмотки. Что произойдёт в этом случае? При замыкании вывода ток в первичной цепи резко возрастает, а при резком возрастании тока у нас будет гореть лампочка. Проверим это. Давайте, к примеру, берём обмотку на 60 с лишним вольт, поскольку в случае маломощных обмоток, допустим, тут 0 Ом получилось у нас, да, в случае 7 Вольт, ток может быть недостаточным для того, чтобы лампочка горела. Давайте обмотку 4,7 на 33 Ом. Находим эту обмотку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Замыкаем обмотку. Раз, два, три, четыре. Замыкаем. Вот теория верна. Всё так, как должно быть. Лампочка горит, т.е. ток увеличивается в первичной обмотке до такого номинала, что наша лампочка светится. В первичной цепи мы получили как бы замкнутый виток. Что остаётся дальше? Ну, дальше нам остаётся просто включить трансформатор на некоторое время, скажем, на полчаса. Кстати, без выходной нагрузки для того, чтобы убедиться в том, что он окончательно работает. Почему? Потому что иногда бывают проблемы, особенно в старых советских трансформаторах, которые могут быть и… сетевая обмотка может быть намотана алюминиевым проводом. Поэтому часто возникают проблемы с лаковой изоляцией, и случается так, что сетевая обмотка может из-за перегрева как бы образовать замыкание, межветочное замыкание, и трансформатор у вас без нагрузки будет перегреваться. Если же вы оставили трансформатор, напомню, без выходной нагрузки, к выходу ничего не подключать. Оставите на, скажем, полчаса или на час, и трансформатор у вас будет полностью холодным, то всё работает, и трансформатор уже можно использовать в качестве блока питания того или иного радиоэлектронного устройства. Конечно же, лампочку уже можно убрать и обмотку напрямую подключить к сетевому шнуру. А на этом я вынужден с вами прощаться, но уверен, что ненадолго. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт. Подписывайтесь на мой канал, посещайте наш сайт. Увидимся на мой канал!